Пойдет жара сейчас. Так. Или уже пошла. Нет, последний рестарт у нас. Запись пошла игры и в халтовую демку, и на ютюбчик запись. Читерс у нас начинает за КТ и слайд лидер за террористов. Финансируем их табус мини. Ну я не знаю, если честно. Мне кажется, тут две равные команды. И Сора рассказывал, что он прям очень нереально жестко тащит на этой катке. Так, чем не менее, тут у нас сейчас будут принимать Сору. Кстати-таки, Сору. Ух, как хорошо он сделал, но это блок. И, как я понимаю, должно последовать сейчас рестарт какой-то раунда. Здесь судья у нас, я хз на самом деле. Если честно, мы вроде даем рестарты раунда, но... По дефу, то есть, я не знаю, мы это обсуждали. Может, Скарб забыл, что если чели кого-то блочит случайно, даже не намеренно, просто рестарт раунда. Потому что, ну, три на три, когда остаешься один в два, это очень жестко на самом деле. Очень тяжело тащить. Так, тут два типа просто в одном споте. Нубик каким-то образом развернулся, размонсился. Хорошо, Нубик ушел на самом деле. Тут двоемом уходят они на слайд. Один чел пошел на терриспу. Это у нас плеер ОК и Мизик. Нубик был очень близок к тому, чтобы умереть. До сих пор он живет. Тут СГС, СГС попер. Нубику максимально жестко везет. И не догоняет его на СГС, а Энеми. И просто Нубик уходит сейчас на Тауэр. Тут нужно было побыхоббить, мне кажется, Нубику. Боится он какие-то мувы делать. Нужно ему прыгать уже вниз. Ну вот, Скружмот его догоняет все-таки. Нужно было как-то побыстрее Нубику реагировать на мувы КТшника. Тем временем Блэйк просто вылетает на Сору. И у нас остается последний Мизик минута 25. До сих пор никто у нас не разбился, кстати. Этот блок не в счет. То есть, это был рандомный блок. Можете еще ставить свои ставочки, если кто там хочет. Так, у нас Мизик. Не долетает до Редруфа. Ну хорошо, развернулся он на слайде. Вообще нормально так размотился. Ой, это мне кажется было лишним или нет? Ага, Мизик вот так вот просто решил не идти на слайд. А, он решил. Он решил просто застрять в табле. Ну, тем не менее, довольно неплохой раунд. Реально неплохой. Там на таймере уже было 50 с чем-то секунд. Хорошее начало для террористов. Окей, команда слайд лидер. Ну что, посмотрим, что у нас читерс покажут за террористов. И как их ктшники будут отсекать? Так, там уже кто-то на ктриспе, а? Там вроде два ктшника возле него. А, вот он, первый нубик. Первый нубик, который у нас разбивается. Я закрываю у нас ставочки. Нубик, поздравляем. Никто не верил на то, что... Чего? Как-то очень мало поставили поинтов. А, нас вообще, в принципе, мало людей смотрит. Кто-то забрал наших зрителей, как я понял. Ну да ладно, остаются в два, в три ребята и слайд лидеры. Ужасная ситуация для них. Просто ужаснейшая, если честно. До сих пор все живы за команду. Ой, боже, тут еще мизик разбивается. Остается ссора у нас последней. И... Я не знаю, как он тут будет вводить террористов. Но, тем не менее, по ходу... По ходу раунд в копилочку... Читерс. Ку-ку, Ол, привет, привет. Ну что, тогда у нас последний будет прогноз. Кто выиграет полностью карту? Или Читерс, или слайд лидер? Засчитала целый раунд, это хорошо. Вот, наконец-то мы пофиксили этот баг с таймером. И все уже хорошо засчитывает. Ну, очень плохое начало. Вернее, очень хорошее начало было для слайд лидеров. Потом вот так вот одним раундом Нубик умер. Потом Плеер умер у нас. Икей мизики. И все, на этом все закончилось, по факту. Так, тут сейчас просто чел встрял на ТТ Респе. Очень хорошо Прада его оттек на слайде. И... Нубик у нас на Редруфе. Не знаю, или за ним будут идти хант. Что-то мизик... Не знаю, мини как-то прячется. Посмотрим за Нубиком. Тут его сейчас будут оттекать. Правильное решение делает. Уходит просто на слайд. Ой-ой-ой, плохо он поймал слайд. Его сейчас могут забоксить здесь. Очень хорошо могут забоксить. Но нет, там... Поменяли таргеты. И у нас мизик. Мизик очень близок к тому, чтобы умереть. За ним три КТшника. Но, походу, он выживет. Должен жить мизик. Да, ему, кстати, еще не попали по нему. Но вот дальше будет хоп. Не поймал мизик. Тем не менее, Нубик тут у нас остался. И... Фух, какое-то непонятное решение не пойти на слайд второй. Там вроде больше скорости. Так, у нас Нубик. Опасные мувы делает. Блэйд, тем не менее, разбивается. Но Нубик прыгает на слайд с круч-моду и умирает сам. Минута на таймере. Разница уже не такая большая. Преимущества в раунд уже нет у команды с лидерами. Печально, печально все так же складывается. Да, расписание по московскому времени написано. Все по московскому времени. Попросили паузу у нас, ребята. Но пока очень рано еще что-то говорить. Кто выиграет, а проиграет. Разница не такая большая. Вот по времени. Ребята делают, в принципе, свою работу. Играет ХНС. Ждем какая-то техническая пауза у нас. Может, тут АФК стоит. Да, у нас Мизик встал АФК. Нубик что-то АФК-шет. Хочу вдалить игру. Да, знаменитая фраза Мизика. КФ 1.0.7. Да, жестко, жестко, жестко. Коэффициент. Кто-то верит вообще в то, что выиграют, ребята, из слайд-лидер? А, подожди. Вообще в слайд-лидер все верят? Никто не верит в читерс? Абсолютно. Окей. То есть, никто не верит в Скруджа, Блейда и Праду? Ну, ладно, я вас понял, ребята. Так, у нас Прада уходит вообще на Блю Руф спокойненько себе. За ним нет никакой погони. За Блейдом вроде тут какой-то хант идет непонятный. Один ПТ-шник. Пока в очень сайвовых спотах, ребята, из команды читерс. Чел спрыгнул в свой Труф, а не нужно было ему, наверное, это делать. Какая-то мискоммуникация идет. Не дали инфу, а думал, что на слайд прыгнет. Скруджмонд какие-то тоже непонятные движения делает. Можно было пойти себе на Тавер спокойно. Ну, он уходит здесь вот на такой спот возле КТ-риспы. Так. Попадает он на ладер и дальше уходит. Просто вот безнаказанно. Но какой хороший слайд поймал чел и... Вау. Скруджмонд. Окей. Хорошо он залез на самом деле. Быстро среагировал. И минута 19 на таймере. Ни одного кила до сих пор нет. Тут запрады, какая-то погоня на КТ. Ну, КТшники вообще не возле террористов. Они очень далеко от них. Как-то непонятно, они хантят на самом деле. Так, может кто-то тут на маркете встрять? Нет, не увидел. На маркете КТшник. И тут, походу, Скруджмонд сейчас будет уходить у нас. Если он уйдет. Да, попал он еще на слайд. Буквально немножечко. Немножечко, но, наконец-то, вот Сора делает по нему старт. И первый... Первый килл есть. Пик был слайд лидеров. То есть, это карта слайд лидеров. И что-то они пока что за КТ вообще не уверенно смотрят. 135 секунд. Так, я, пожалуй, завершу прогноз. А то могут сейчас заобузить поинты ребята жестко. 25 секунд сейчас будет на таймере. И Праду вообще практически никто не хантит. Блэйд у нас тоже АФКшит. По факту, никого нет возле него. И как-то очень странно. Ребята играют слайд лидер именно за КТ. Прям максимально странно. Парни передвигаются. Что-то непонятное с их хантерами происходит. Да и отсекают они не очень жестко. Ух, там вылетел Блэйд у нас, как я понял. Ну и опять раунд полностью и целиком забирает команда Читерс. Что, вот теперь уже нужно лидеру подсобираться и как-то тащить дальше раунд. Если смогут, конечно же. Что-то мы видим, не получается у них пока много выиграть времени. Ну как, раунды в принципе неплохие. Ну, неплохие, но все равно у Читерс получше, конечно. Два раунда они полностью выиграли. Там сейчас чел может на КТ стрять. Нет, повезло ему. Думаю, не пошел туда КТшник. Тем временем там какой-то боксинг был. А, вообще ребята потерялись. Не пошли они на Терриспу. И тут у нас тем временем Мизик. Мизик катает у нас кого? Непонятно кого, но... Очень близко на тому, чтобы умереть сейчас Мизик. Кстати, хорошо вылетает Мизик. Но Скруджмот еще лучше. Вылетел и догоняет Скруджмот просто в соло Мизика. Так, тут у нас за Нубиком погоня идет. Нубик. Ой, какой плохой слайд словил Нубик. И дальше он СГСит. Может сейчас просто умереть на СГСе Нубик. Но нет, он уходит в своего виспот. Там как же близко КТшники просто... Вот на соло скиле, по факту, ребята из Читерс догоняют слайд-лидер. Вот реально на соло скиле. То есть, типы просто в соло догоняют остальных. По-другому не скажешь. Не хватает скорости, что ли, у команды слайд-лидер, чтобы уходить от Читерс. Два игрока команды Читерсы. Как, что это за информация? Вот почему чел спрыгнул на Пепси? А, ну окей, ладно. Все. Реабилитирован Нубик. Причем убивает еще и Праду у нас в соло. Остается последний скрудж-мод. Который на Вайтруфе. Один в три. Минута 53 на таймере. Так, тут сейчас его будут боксить. Нужно прыгать вниз. Понимает этот скрудж. Остановился он на даках. Просто еще раз остановился. И еще микрофейл. Но как-то до сих пор его никто не режет. Не наказали скруджа за такие ошибки. Так. Пошла жара на маркете. Тут пока что один чел его боксит. Все остальные пытаются как-то отсечь. Но скрудж просто бежит прямо. И у него полностью дорога открыта на КТ Респу. Никого здесь нет. Очень странный боксинг. Вот КТ прям как-то странные решения не принимают. Еще скрудж подождал энеми. Хорошо он вылетает дальше. Вот какие-то микрофейлы. Которые уже не первый раз я вижу от скруджа. Все нормально делает. Вроде и даки ловит неплохие. И дальше идет. Но потом раз и падает. Или там на ладер не залез. Нулевая секунда ссора умер. Просто только начало раунда. Я хотел посмотреть где террористы. А ссора уже в таверне. Байбеков тут нет как бы. Так что сори. Боже мой минзик разбивается. Две минуты. Десять секунд на таймере. И нубик последний. Кто там говорил соло фор нубик. Да получается соло. Нужно тащить нубику. Что? Странно. Привет. Можно покомментить. А не хватает двух комментаторов. Так. Тем временем нубик долетает до ра-ре. Энеми тоже долетает. Так. Хороший даки ловит нубик. Хорошо дальше покопит. Давай посмотрим этот раунд. Нубик должен сейчас умирать. Да. Он просто не долетает дальше. Что тебе скажу? Виталей Сман. Я звал тебя. Я звал тебя на комментарии. Но ты что-то отказался. А теперь обратно ходишь? Что это ты так? С одного стула на второй. А? Как это понимать? Тем не менее. Разница в полторы минуты вроде или в две. Я точно не посмотрел на таймер. И у нас слайдлидер за КТ. В который раз они попытаются взять хотя бы половину раунда. Потому что... Ну вот предыдущий вроде был у них неплохой за КТ. Если я не ошибаюсь. Там Скрудж. Как минимум не до конца раунда прожил. Тут тем не менее мидик разбивается у нас на Гардене. И... Два в три. Два в три! Тут Сора просто закемпил Блейда на КТ. Вот он и сработал. Shift. Вот Соры. Ну вот посмотрим. Скрудж мод и Прада остаются у нас. Я понял. Приняли решение ребята в соло похантить. Прада застрял у нас. Пока его тут точно никто не накажет. Он может спокойно уйти. КТ просто бегают по карте. Я не знаю как это... Как это комментировать. Они ничего не делают. Никто не хантит ни Скрудж мода, ни Праду. Ну вот за Скрудж модом на КТ пытаются отсюда бегать. Но боксинга нету. То есть Скрудж просто идет прямо. Он ничего не делает. Он просто бежит прямо и... По факту будет жить. Так, решили переключиться на Праду теперь ребята. А, Прада сам умер. Разбился он у нас в маркете. Ну Скрудж против двоих. Я не знаю. Тут сложно вот в такой ситуации проиграть. Как подписку оформить? Ну и это то же самое, что я тебе объяснял, как показать мне билку в доте или что? Такой... Да, наверное, хороший. Так, Скрудж тут прыгает просто на ладер. Ну идти прямо, идти прямо и он будет жить. Ну вот это непонятно, ему будут Скруджа какие-то подъезжают. Можно просто бежать прямо. Там есть дружище подписка, если ты хочешь, Виталейсман. Она, кстати, дешевле, чем подписка в Волп стоит. Так что... Тем не менее, Скрудж у нас, скорее всего, выиграет раунд для команды с Чикерс. Ну, можно сказать, что реально выиграл, потому что там буквально оставалось, ну, 5 секунд на таймере. И пик команды слайд-лидер пока что не оправдывается. Вообще, ребята, не реализуют свою карту. Так, тут чел завис у нас на ладере, попытался поймать кого-то. Что, у нас это плеер. Это вот этот Милик или Сора, скорее всего. Это их две модельки. Так, Сора уходит на маркет. Неплохо, в принципе, пока что. Ну, а что дальше? Разворачивается Сора на самом деле удачно. Повезло ему. И как же приходит на Катерис у Сора? Может сейчас умереть. Но нет, смотрите, хорошо разворачивается Сора на самом деле. Но не до конца. Не до конца. Блэйд просто вылетел на слайде сзади него и порезал. Очень мало прожил Сора времени. Остается у нас Мизик с Нубиком. Мизика сейчас будут боксить. Так, тут на слайде просто Мизик фейлит. Не долетает. Остается последний Нубик. Нубик, брат, ты же понимаешь, что тебя будут отсекать? Боже, Нубику просто максимально повезло. Не нужно идти туда, Нубик. Что же ты делаешь? Там же КТ. Ну, сейчас кто-то вылетит на слайде, мне кажется, и убьет Нубика. Боже, Нубик еще допускает жесточайшие фейлы. Сверху там уже на мосту есть... Ага, Нубик походу залагал или что? Да. Армуре чарика своего почекать. Братишка, да, я не играю в ВОУ, я так ровлю. Плохой раунд очередной, на самом деле. Мало живут ребята слайд-лидера, нужно им намного больше, там, как минимум целый раунд один нужно им взять для того, чтобы как-то камбэкнуть в этой ситуации. Тем временем тут на гарда не может чел подстрять, но он размансовался на бхопе и просто уходит дальше. Уйдет... Боже мой, там чел просто профейлил и не поймал, не поймал... Кто-то тут у нас был, скрудж-мод. Не поймали скрудж-мода. Ой-ой-ой, не знаю, что такое армуре. Да то ты знаешь, стариков. Ну, армуре это вроде сайт ВОВА, где там показывают шмотки твои все, там, туда-сюда. Твой уровень, всякое такое, если я не ошибаюсь. Пока что нет фрагов, нет фрагов в игре, минута 35 на таймере, тут Прада. Прыгает у нас на слайд, разворачивается и дальше себе спокойно уходит. Приколы ВКонтакте. Это как тюряжка, да, игра? Браузерная. Классная игра. Или как ёлочка, да? Минута 15 уже, половина раунда как минимум прошла и ни одного фрага нету у ребят из команды слайд-лидер. И, честно, передвижение вот за КТ очень странное. Так, тут на КТ-респе мог чел просто встрять, но нет, скрудж просто разворачивается на ящике и спокойно уходит дальше. Так. Дальше он бэхопит и тоже уходит. Скрудж разворачивается опять обратно и тут попадает под нож Сора и Блэйда умирает у нас в соло, разбивается и остается последний у нас Прада, который на Вайт Руфе. Ага, вот так вот просто в мизике его зарубил, но тем не менее на таймере было 30 секунд. Ха-ха-ха! Сора разбивается. Ага, паузу дали, паузу дали. Техническая пауза. Ребят, у нас мизик АФК или там что-то такое. Мне кажется, Сора в стилите, да. Да надо было аутсайда брать в команду. Нормально бы все было. Это уже вторая или третья пауза, я точно не помню. Так, тут у нас... Сора в амулет пусть встает, ну да. Так, пусть до стык купят, ребята, чего? Ну что, когда, как вот не сейчас нужно тащить пацанами со слайд-лидеров, потому что времени уже очень мало. Там еще чел зафейлил на слайде, Блэйд просто вылетел на Нубика и убил его без каких-либо, не знаю, заморочек или сложностей. Ух, как тут мизик был близок к тому, чтобы умереть. Тем временем, вот за Сора идет у нас погоня. Боже мой, Сора сейчас умрет. Да, Сору тоже отсекли и мизик последний 2 минуты на таймере. Мизик фейрит жестко, слайд, куда идти, мизик? Что делать? Миза? Вот так вот. Очередная смерть. Минута 55 было на таймере, челики и умерли все. Не, разрыв уже слишком большой. Есть единственный шанс у команды слайд-лидер выиграть эту катку, если они вот прям все раунды будут брать до Талова и убивать за минуту. Но, как мы уже видели неоднократно, в убийство очень мало. У ребят прям ультра мало. Так, вот у нас Прада на Редруфе. Может, кстати, Прада подстрять. Да, убивает нубик Праду, но тем временем сам умирает тоже. 2 в 2. И это просто ультра плохой раунд, опять же таки. Мы уже видели не один раз, как челики просто бегали 2 в 2 весь раунд. Скружмот у нас. За ним идет погоня. Так. Так. Ну вот, вот просто я вот не представляю, как они вдвоем будут ловить Скруджа или Блейда. Ну как? Да как вообще вдвоем можно тут одного поймать чела? Втроем еще... Ух, как близко-то на самом деле были, ребята? Вот такими мувами, кстати, я вот так и сказал, такими мувами можно ловить. Как-то на опережение попытаться поймать, типа, вылететь на слайде как-то или еще что-то такое придумать. Тут сам себя Скрудж на самом деле загоняет, но его никто не порезал, и он просто впритык уходит. Сора разбивается, остается последний у нас Мизик, и Мизик тоже отправляется в таверну. Ну я не знаю, на самом деле, если Костям бы хочет зайти Базара 0, как бы. Блейд лидер, нужно брать раунд целиком и полностью. Фух, там просто Блейд, как же он жестко сыграл за КТ, вот встал на плакатах и очень хорошо отсек. Так, тут засора сейчас будет передвижение показываться. А, они вдвоем вылезли на один спот. Но сора хорошо ушел. Но это Мизик у нас остался, и Мизик может сейчас подстрелять очень жестко, но Мизика никто не ловит. Должна сейчас быть инфа по нему. Так, а где там сора вообще? Сора пока что у нас уходит на КТ-риспу. Так, и Мизик тут разворачивается, но идет прямо в руки к Тэшнику. Мизик подстрял, очень жестко Мизик подстрял, но бэхоп, бэхоп, бэхоп стайл. Как хорошо Мизик отрывается. Куда он? Ладно, без комментариев. Шикарный разворот от Мизика. Мув на 300 IQ был на самом деле. Гений. Гений этой игры. Сора, хорошие даки поймал. А что дальше? Ой, это зря было для ссоры. Сделано на самом деле, и кружмод его ловит. Ну, 4 минуты разница. 4 минуты. Это сверх много. Прям ультра много для того, чтобы камбэчить и тащить. Фрада у нас уходит на Блю Руф. Блэйд на КТ. За ним, кстати, вроде погоня идет. Так. Ох, Блэйда могли, могли взять на самом деле. Немножечко тут на ножик посадить. Вот тут сейчас могут на СГСе догнать. Но нет, Блэйд уходит. Есть у него окно. Ух, как он попал на слайд. Просто тут КТ. Алло. Окей. И Блэйд еще и выжил в такой ситуации. Понял. Понял, принял. Базара нет. Развернулся на слайде и ушел. Шикарная игра за КТ. Челы просто потерялись на... одном месте. Мизик у нас умирает. Блэйда до сих пор не режет. Но вот наконец-то. Наконец-то его забоксили. Остается Прадо и со Скруджом. Прадо у нас тут на КТ Респе. Хороший, да, кейл ловит. Уходит он дальше. Так. Тут на слайде что-то делает Прадо непонятное. Тут почти его, кстати, забоксили. Очень-очень близок был Прадо к тому, чтобы умереть. Но выжил. Выжил он. Хорошо, дальше развернулся. Нужно уходить. Нужно уходить на слайд. Да, СГС и дальше. Но плохой слайд поймал Прадо и... догнал его 40. Тем временем, тут у нас Скрудж уже, мне кажется, может поразвлекаться немножко. Время реально позволяет. Пытается он залезть на... вертолете, как я понял. Ну, что толку? Таймер там 40 секунд. Очень много ребят живут из читерс. И живут они и так уже далеко не первый раунд. Практически каждый раунд челики выигрывают там до 30-40 секунд. И такое камбетчить, ну, прям очень сложно. Учитывая игру, ребят, за КТ, вот, слайд лидер, команда читерс, прям... Не знаю. За террориста можно на W, мне кажется, бегать прямо. По слайдам кататься и... Все будет шикарно. Очередной фулл раунд для команды читерс. Мне кажется, тут уже практически нереально камбек. А, тут просто мизик умирает у нас на слайде, опять от Блэйда. Блэйд у нас выполняет роль такого... Не Хантера, а Тиккатора жесткого. На плакатах он играет, как я понял. И шикарно он все делает. Передвигается по мапе. Тут не долетел Блэйд до Редруфа, кстати. Ну что? Два в два. Камбечная пошла или что получается? Так, Сора тут... Уф, как он мог подстрять? Очень жесткий скрудж прочитал Стору вообще на очень изичах. И Нубик один в два. Ну что, Нубик? Время тащить. Время тащить катку. Посмотрим, как Нубик сыграет один против двух. Так, он... Уф, как он был близко к тому, чтобы умереть. Нубик, что же ты творишь, Нубик? Жесткий свет, попер, попер, попер. Но нет. Скруджмод просто... О, вот ребята догоняют в соло. Типа, реально в соло. Типа, чтобы... Слайдлидер не делала команда, они в соло умирают от них. Так не должно быть. Скруджмод чуть ли не вылетел на КТшника. Ну, такой вот двойной разворот от Скруджа. Причем он... Опять ему повезло, там на... Слайде был КТшник. Но он уходит в очень сливовый спот. Тем временем, Прада у нас не в очень сливовом споте. Его забоксили, его ну... Блэйд у нас на... Плакатах на Триспе. За Скруджом вообще никто не гонится. Тут типа Блэйда будут боксить, он может сейчас просто уйти. Так. Вот сейчас может встрять Блэйд. Там сзади и Энеми должен быть. А, Энеми решил пойти вниз на слайд, я понял. Гениальный мув. Три КТшника в непонятных спотах. Абсолютно непонятных. Плюс они стоят на Тавре, как бы, и Блэйд дает инфу. Он понимает, что там на КТ Риспе есть кто-то. Ух, как хорошо вылетает Блэйд. Уходит он 100%. Здесь ему никто не будет мешать. Скрудж стоит на Вайтруфе, его никто не хантит. Там на КТ был один челик. Ну, что толку с него? Нубик разбивается, тем временем. Не долетает он до слайда и 2 в 2 остаются, ребята. На толку уже, я не знаю, бегать, не бегать. Можно вообще нас покатать на Блэйд очередной. Хотел сделать вот этот свой мув. Кстати, довольно простой он на самом деле, как я понимаю. Последний Блэйд опять на таймере 40 секунд. Да и тут шикарный раунд для команды Читерс. Но мне кажется, каждый раунд такой был. Они очень долго и очень много живут. Блэйд немножечко не завернул. Они могли умирать, в принципе, на нулевой секунде. Тут ничего бы не поменялось сильно. Потому что разница уже в 7 минут. Грубо говоря, в 7 минут. Такое сложно отыграть. Я удивлен, что... Ух, боже мой, тут еще Сора прыгает на слайд. Блэйд опять-таки нереально жестко отсекает. И нубик у нас может сейчас встрять. Очень жестко встрять. Да, Прада его ловит. Остается последний Мизик, который фейлит жестко. И... Перелетел Мизик. На таймере было 2 минуты, парни. 2 минуты. Они выжили 30 секунд. Тут уже никак. Тут уже никак. Мне кажется, можно смело поздравить ребята из команды Читерс. Они, скорее всего, забрали эту игру. Так, тут Мизик еще разбивается в придачу. Нубик разбивается. Ну и что, Сора тоже, мне кажется, разбьется. Да, тут... Или что Сора будет делать, непонятно. Что будет делать Сора? Будет тащить Соло, как я понял. Так, здесь притык. Он просто не может попасть в Челика. Наконец-то он его зарубил. 1 в 3, как бы, поехали. Сора потерялся полностью. Ха! Блэйд у нас умирает. И... 1 в 1. Ну что? Only tricks. No round. Ну тут, мне кажется, уже развлекаются парни. Потому что они понимают, что первая, что вторая команда. Тут уже никак не взять раунд. Можно всю карту облететь тогда. Я вообще не спорю. Тут можно поймать со слайда буст и улететь... ...очень далеко. Да, тут ребята просто уже умирают. Потому что по времени тут они никак не побеждают. И... Поздравляем команду читерс с максимально, на самом деле, уверенной победой. Плюс... Это был не их пик. Это был далеко не их пик. Хотя игру показали, ребята, максимально шикарную. Ну что ж... Поздравляем. Да, поздравляем команду читерс. Максимально уверенная игра. Прям без шансов, я бы даже сказал. В первых раундах там еще было что-то непонятное. Как будто разыгровочка шла какая-то. Но вот второй, третий раунд это уже избиение младенцев было, если честно. Ну что, первая игра у нас прошла. Сейчас я дам поинты ребятам, кто поставил. Так, какие там коэффициенты. А, на читерс все-таки поменяли поинты, ребята. Залили кучу поинтов в самый последний момент, наверное, когда я сказал. Потому что там реально очень странные какие-то были ставки на самом деле. Все прям верили в то, что слайд-лидер возьмут. Что, у нас следующая игра. Аматерасу против шарок. Причем это будет очень интересно. Скарп говорит, что может подключиться. Сейчас, наверное, будет одна из самых интересных игр. Потому что тут команда Комера против команды Гуся, Сказки и Гарда. Ой, нет, извините. Это вообще не та команда. Это Гусь, Брокколи, Аутсайд. Изи катка для читерс на самом деле была. Поздравляем их. Так, тем временем я наберу Скарпа в Дискорде. Он сказал, что хочет со мной постримить. Наконец-то я буду не один. По-любому. Алло, Скарп. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста, для всех, кто вас не знает. Дебил, алло. Ну, есть немного. Короче, у нас next катка Матерасу против Шарк. Комер. Да. Комер со своей командой, или команда со своим Комером, я даже не знаю. Комер уже в КС, кстати. Ты можешь его инвайтить на сервачок. Ну, говорят, зайдет. Пусть у нас тоже онлайн. Просто есть такая информация, что игры может даже не быть. Будет играть. Будет играть, да? Окей, отлично. Просто Дима мог не успеть броккаль. А, ну Дима броккаль. Писал нормально все. Отлично. Писал нормально. Сейчас ты скажешь, может, принципе, дать ребятам пароли там всякие, туда-сюда. Все, все, уже ждем с ним. Сидим, ждем. Короче, пароли выдались. Я начинаю прогноз за нафраунд. Кто первым выиграет? У нас команда Shark против Аматы Арасу. Как по-моему, это будет одна из самых интересных игр. Ну, по факту, я не знаю, там как бы есть Коммер, да, который, ну, очень скиловое. Глупо отрицать, что учел реально жесткий скилл. Ну, с той же стороны, как бы, блин, гусь, брокколи, аутсайд, это тоже. Нет, ну, болгарможен, болгарможен. Не выгоншитый, ребята. Ну, да. Ну, понимаешь, один в поле не воин. Хотя у него тоже, как бы, команда, что там тоже два чела, они же не просто так бегают, правильно? Короче, да. У нас К заходит, виртуал пикают, и все. Вот так вот. Кстати, виртуал мы до сих пор не видели. Еще не было ни одного, ни одной игры на виртуале. Я хочу вообще спросить, что по лагам на сервере, лагает, не лагает, как там? Да, вроде, более-менее нормально. Вообще, вроде, виртуал, все, что... Сервак вообще 0 этих лагов идет, прям вообще 0. Хлтв не грузит ничего. И может лагать сервак просто. Это странно. Просто мы вчера миг сыграли, и сервак максимально жестко лагал. Хотя я смотрел панельку, там, типа, было сначала нагрузка 30%, потом что-то 80%. Ну, когда 80%, то понятно, может подлагивать. Но потом она подпустилась до 50-40%, это, типа, нормально. Хотя сервак был полностью забит людьми. Мне кажется, это что-то с геймгардом. Вот, когда люди заходят, потом выходят, потом опять заходят на какие-то серваки левые и так далее. Ну, вроде не лагают уже сейчас. Так, ну что, мы ждем людей, да, пока они зайдут. Кстати, ога, там по пикам... Короче, никто не верит, что Shark вообще каким-то образом могут выиграть knife round. Парни, когда такая ситуация, вы можете тупо залить какие-то условно 200 поинтов на команду, там, противоположную, и вы просто ва-банк можете срубить. То есть, такая вот есть информация. Это такой лайфхак, как бы. Можете закинуть, там, 200-300 поинтов на другую команду, и... Если вдруг она выиграет, если вдруг она побеждает, все может случиться. Особенно knife round. Knife round это такая вот рандомная штука. Вот на игре, конечно, это уже другое. Но knife round это вообще... Мне кажется, там что угодно может случиться. Заверю, есть еще смысл ставить на knife round, потому что там вообще непредсказуемая ситуация. Голову дал, кто-то отошел там, забей. Может, ты прямо уверен, что гусь даст жесткие стабы, или там, не знаю, комер там наточил нож, булгарский свой. Ну, еще что-то в этом роде. Так, окей, тем временем я, наверное, отойду покурить, там люди заходят, да? Скоро будут заходить на сервачок. Да-да-да. Давай, я пока замучусь, если что, через 5 минут подойдем. Окей. Ребят, я вам врублю музычку, далеко не расходитесь. У нас реально одна из самых интересных игр будет. Вот реально прям максимально интересная должна быть. Я надеюсь, очень на это надеюсь. И мы вернемся буквально через 5 минут. Сейчас только выберу вам какую-то музычку. Какой бы трек нам поставить, вообще не поставляю. Чтобы меня как бы еще не забанили за него, то будет плохо. Короче, я не представляю, что вам врубить, так что я врубаю какой-то трек рандомный. И мы вернемся через буквально 2 минутки.